привет друзья мои сегодня давно у меня такая идейка появилась листала я в интернете картинки чтобы вам нарисовать и нашла изображение прикреплю его здесь и сразу знаете вот как увидела это вот как его обыграть как из него сделать картина интересную вот придумалось так ночной город то есть как вы можете видеть да на картинке там нет такого прям ровных каких-то линий зданий да они какие-то все вот куда-то так вот стремятся под наклоном да такая вот фотограф сфотографировал так интересно вот то есть эти светящиеся там какие-то возможно витрины магазинов что-то такое но вот хочется знаете вот какая мысль идея была небо вот это все плоско написать то есть как-то там с растушевочками да а вот уже дорога вот это вот да там какие-то там фонарики здания уже мастихином более пастозно и что-то вот создать такую вот более как интерьер на да что ли работу естественно ничего там как вы видите на оригинале изображения досконально у нас там выписано не будет будет более так вот хочется что-то такое насладиться процессом да и получить кайф от этого то есть что-то такого вот свободной такой техники главное чтобы было узнаваемо да что это здание это там фонарик какой-то светит что-то такое вот и хотелось бы еще все все никак я не хотела вас об этом просить но есть у меня одна мечта и вот я думаю без вас я наверное все таки ну никак не осуществлю то есть тоже связано с художеством то есть сама я купить не могу кто мужик давайте поможем собрать на мечту так сказать и потом когда она осуществится я вам естественно покажу эту мечту это естественно все связано с рисованием то есть все для мастер-класса пока это хочу так в такой как бы интриге до оставить вот ну а потом как бы будем будем этим же проводить мастер-классы то есть если кто желает помочь собрать на мечту под видео есть там ссылочки на карту номер есть и через систему доната можно тоже там кому как удобно но лучше мне кажется на карту сразу так будет удобнее все мне кажется и так ну и соответственно мы сейчас начнем наш городок нарисовать я возьму для разметочки угольный карандашик можно в принципе сразу красочкой каким-нибудь нейтральным цветом можно краплаком розовым кстати по красочкам давайте пройдемся белила титановые для каких-то вот фонариков да там что-то свечение какого-то вот лимонный охра желтая кадми красный краплак розовый прочный марс коричневый потом опять вот это вот красочка голубая пастельная либо королевская голубая у кого какая есть то есть это нам там для неба можно в принципе если нет нужно и голубую фаце и ультрамарин взять ну кого что есть да там естественно разбили так и индиго ну и собственно давайте приступим к разметочки наши так убегает голубая я поделю опять таки ну не совсем прям идеально до 1 приблизительно на 4 части то есть для того чтобы нам как бы разместить наш рисунок вот так вот наметили и примерно уже у нас да все объекты попадут туда куда надо у меня вот здесь в телефоне видно не видно разлинея на все и я буду по этому изображению уже так сейчас я попробую лампу включить может быть светлее секундочку так немножко вроде как появится стало намечаем самые такие основные до объекты я вот хочу начать я наверно не с заранее да все таки а вот с вот этих вот элементов дороги то есть сейчас я буду такое вот схематично не все досконально прописывать то есть я смотрю что мне будут какие-то крыши наверно там эти здания не у меня уходят так вот здесь где-то начинаются и уходят по не спадающей да где-то где-то так где-то вот сюда вот 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 в этот уголочек видите то есть где-то вот так вот плавненько я намечаю раз есть дальше здесь вот они как бы упираются в здание что-то такое какая-то там может парковка в здании и здесь вот она продолжается вот как-то так дальше чуть ниже то есть примерно вот даже на линии у нас она приходит вот сюда то есть получается знаете такая вот интересная штука что вот эти все дороги все это как бы увлекает нас туда вот в город вот они вот такими зигзагами закручиваются дальше здесь тоже что-то такое там вот виднеется дальше сама собственно вот эта дорога она у нас уходит куда-то приходит вот сюда то есть но в общем она вот смотрится как таким поворотом можно чуть-чуть закруглить ее так где-то от середины вот этого прямоугольничка нашего ведем такой вот можно смотрите знаете как еще сделать вот так засечки себе поставить раз к примеру это чуть-чуть вот ближе к вот этой линии да и вот она здесь сюда и то есть должно прийти вот так и соединяем плавно соединяем вот таким вот образом вот такая вот туга у нас получается дальше здесь дорога какой-то бордюрчик а вот он тоже будет у нас где-то здесь и смыкаться он будет примерно вот здесь то есть дальше его туда уже настолько это далеко что мы не видим то есть вот здесь мы его видим и соответственно чем ближе к нам тем он пошире будет чем он будет дальше тему будет сужаться вот что-то такое какую-то такую полосочку нарисовали и вот сама дорога но я сейчас хочу наметить здесь такой есть мысочек как что-то тротуар не тротуар что-то такое плиточкой выложена так это мы уходим сюда он у нас начинается так вот где-то здесь уходит вот не половина а чуть-чуть смещаемся сюда и с этой стороны он у нас ну тоже не половина чуть-чуть сюда и вот такой как бы такой как как бы капелькой вот так вот здесь кирпичная кладочка видна немножечко мы потом покажем здесь такая светлая полосочка и вот собственно у нас уже и образовалась вот она дорога на которой будут там такие полосы 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 светящиеся вот и она у нас продолжается вот она уходит вот сюда от этого носика да как бы ведем и прийти нам нужно вот где-то вот сюда то есть аккуратненько вот так вот здесь они почти рядышком то есть и сюда к нам она уже расширяется да и здесь значит такой островок зелени островок зелени тоже вот так вот он как-то изгибается и дорога пошла резкий такой крутой поворот где-то вот вот так то есть там идет у нас дорога здесь вот толщину и сейчас дадим там даже автомобиль видно но мы его не будем наверное рисовать смысла в этом нет и вот здесь что-то типа какого-то туннеля наверное да туннель значит мы его сейчас дугой это вот как бы потолок его дальше чуть чуть ниже тут у нас вот так пойдет здесь какой-то заборчик там что-то такое и вот это вот собственно зеленый вот этот вот островочек так только он тут у нас так для угловато там на нем деревья тоже растут но это тоже мы посмотрим будем прописывать или нет дальше высота вот этого потолочка и он у нас уходит вот сюда то есть вот так что то тут такое тут опять какой-то заборчик ну и там у нас уходит дорога вот где-то здесь дорога так начинается здесь в середину нашего квадрата вот это будет стена а вот это непосредственно уже часть дороги вот такая вот внизу у нас схемка получилось ну и теперь сами здания тоже сейчас никаких окошек ничего просто силуэтами их наметим значит вот это да основное здание центральная вот я его сейчас намечу так здесь она у нас здесь заканчивается так там какая-то нато парковка наверное так и вот краешек у нас уходит она под наклоном вот так то есть мы ведем где-то вот сюда то есть где-то начиная отсюда у нас такого как бы как как-то ступенчато они там будут а здесь уже спускаемся более ровно вот что-то такое высота его то есть ну вот как где-то тут тоже так вот как что-то ступенчато дальше крыша вот такой наклон здесь такой уголочек и дальше боковая часть как бы вот она спускается прямо-то резко вот так вниз и идем уже непосредственно вот сюда вот такое здание вот этот уголочек вот эта черточка до маленькая это будет как бы его боковая стеночка так здесь у нас мы наметим вот таким вот закруглением и вот здесь окошки будут первый этаж какие-то магазинчики что-то такое вот опускаемся вот так вот это у нас будет то есть лицо здания и боковая часть тут можно как-нибудь вот так вот интереснее уже от себя добавить тоже какие-то такие интересности чтобы было она не просто какой-то прямоугольник какой-то торчащий а что-то более интересное дальше за ним там вот тоже выглядывают здание вот наметим и и за ними счет немножечко видно еще одна здесь тоже какой-то домик многоэтажечка вот они видите такие все дальше за ним там тоже выглядывает что-то и здесь такое прям большое 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 темное здание закругленным почему-то углом и вот сюда я его вот туда поведу то есть вот такое здание тоже можно вот здесь немножечко отметить вот такую полосу то есть теневая и та часть которая вот тут средже жда магазины у нас попадает цвет она будет немножечко светлее и и с этой стороны наметим тоже наше здание значит вот здесь у нас оно такое узенькое тоже макушечку можно ему как-нибудь там ступенчато сделать что-то такое так уходит она у нас так чуть 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 выше нашего нашего вот этого крыш магазина здесь так и вот она в него будет вот так вот приходить тоже видите она такого под наклоном и книзу чуть-чуть расширяется у него тоже мы немножко просматриваем боковую стеночку то есть она такая узенькая вот дальше здесь тоже вот так под наклоном здание какое-то там выглядывает вот так вот резко там у него тоже стеночку видно здесь очень интересное здание его перекрывает вот 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 так вот сделано то есть она выгнутая такое и приходит прям вот в уголок сюда то есть не боковая сторона а вот это лицевая вот она сюда приходит а вот это боковушечка она у нас тут идет и слегка-слегка расширяю книгу вот это мы сюда пускаем и здесь какое-то тоже какой-то домишко небольшой там вот его покажем какие-то там дверка что-то такое что-то схематично это уже все детальки в принципе мы можем после основных пятен да как бы мы уже потом будем с вами скажем так усложнять детальками до прорабатывать их красочки убегают убегают прорабатывать и дополнять сначала закроем естественно все какими-то основными пятнами а дальше пойдет уже проработка ну и приступим собственно самому рисованию разбавитель у меня в баночке уайт спирит без запаха я беру вот такую кисточку щетинку то есть вы можете брать любую какая вам нравится и вот что я вижу его кого этого здания да такое самое светлое место вот она сюда идет ниже горизонту оно такое вот уже в розовинку уходит я беру голубой этот беру белила и конечно же пачкаю его индиго то есть нам не надо откровенно голубой цвет можно замешивать мастихином кому удобно и вот я начинаю около вот этого здания наносить вот так вот втирать можно вот такое пятно как бы светлая да вот возьму даже еще его выбили дальше уже расходится у нас то есть смотрите сама вот это зарево светлое она будет где-то ну вот примерно на мечу да вам чтобы примерно понимать вот тут она будет проходить дальше вот так вот вот так вот и вот сюда то есть вот вот это у нас будет такое светлая часть но уходя в края мы затемняем чуть-чуть затемняем то есть вокруг этого пятнышка вот мы пляшем и затемняем добавляю раздавителя чтобы у меня не сильно так вот прям пастозно все это было сюда еще нужно добавить дальше голубой индиго еще темнее то есть вот такими оттеночками мы закрываем дальше мы уходим уже берем меньше голубого берем индиго и белилки то есть в этот угол у нас уходит цвет уже с меньшим количеством голубого больше такой вот серый скажем так индиго белила видите я как бы делаю штришочки то есть я его не сижу вот так вот не выкрашивая штришочками наносим в разных направлениях не особо длинными штришочками сюда посветлее чуть-чуть и в уголочек уходим потемнее индиго белила еще индиго и затемняю эту работу также вот кто если хочет выполнить на холсте на подрамнике можно бока прокрашивать и будет тоже хорошо дальше я добавлю чуть-чуть теплоты коричневинки вот сюда прям вот капельку капельку захватила небо у нас будет такое все разное и вот мы примерно до суда дошли до немножечко и сюда к низу там где здание тоже делаем уже такой вот темный серенький побольше индиго для того чтобы у нас в дальнейшем там вот эти все свечения фонарики до на темном фоне опять-таки игра контрастов чтобы у нас было хорошенечко видно чтобы они светились у нас вот таким образом дальше вот этот угол добавляем голубинки голубой индиго мне прям понравилось вот когда мы мальвы с вами рисовали вот этот голубой в сочетании с индиго дают прям такие классные оттенки попробуйте попробуйте совсем не то если допустим к примеру голубой конечно брать вот таким образом заполняем заполняем то есть этим самым и интереснее будет выглядеть поживее такое прям небо будет небо-небо и вот где-то отсюда ну вот где-то макушечки зданий да я уже буду вводить краплачок индиго побольше то есть такой довольно таки темный цвет но он фиолетовид фиолетовид то есть в индиго у нас тоже присутствует в составе голубая фацин и поэтому у нас он такой получается фиолетоватый оттенок чуть-чуть можно где-то белил добавить чтобы такое вот оно поинтереснее было только чуть-чуть аккуратно-аккуратно с белилами не перебелите очень сильно вот наша так не все вот тут мы еще не закрыли хотела уже сказать наше небо готово но не тут-то было вот здесь мы еще закрываем вот тут же между зданием то есть видите голубой здесь фиолетовый да они вот как бы граница такая да но я беру вот этим голубым и вернее фиолетовым да захожу голубой тут где-то подчеркала подчеркала и получается что вот оно что-то типа плавного перехода получилось у нас то есть как бы не переживайте вот так и к низу сделаем тоже вот здесь цветом здесь у нас тоже вот прям аж сюда доходит там зарево даже здесь она посветлее вот вот так вот в отрубили туда вот таким образом закрываем так ну теперь вроде бы все и так сейчас я протираю кисточку и хочу какие-то оттенки да вот по объединять вот я возьму сейчас белил вот здесь еще хочу это зарево сделать вот так вот посветлее пятно протерла вот так вот так чтобы ну как бы добиться что-то типа плавного перехода вот я опять-таки черкаю да и постепенно вот так вот иду иду как бы в другие оттенки вот таким образом вот таким образом но если честно вот я хотела да изначально там разгладить его как-то небо это чтобы оно было более гладкое но сейчас вот я смотрю и мне вот это такая вот атмосфера в небе больше нравится и наверное я не буду разглаживать если вы хотите вы в принципе можете взять какую-то я даже приготовила строительная кисточка 35 ну там не важно какой размер она такая вот мягенький такой вот можно им в принципе разгладить но я этого делать не буду не хочу вот мне вот нравится то что оно такое вот как штришок это да такие как облака что-то какая-то такая прям красивое состояние получилось мне прям очень нравится я оставлю так так вот здесь оно что-то не особо пятно кругленькое получилось ну вот мазочками вот так вот добавлю что-то типа возможно там луна в облаках да и вот она такое свечение дает и постепенно как бы сюда темнеет сюда да такие вот переливы очень красивые ну и естественно для работы мастихина нам нужно сначала какой-то тон все-таки подобрать заложить скажем так чтобы он у нас потом хорошенечко скользил ну и вот что я сейчас возьму пока мы работаем темненьким я вот возьму коричневый индиго чтобы такой темно-коричневый получит вот этот вот островок я тоже так тонким слоем даже можно с добавлением какого-нибудь красненького где-то то есть поменять оттенки да то есть где-то такой насыщенный темно-коричневый где-то он с красненькой так закрываю с вот этим вот бордюрчиком его тоже закрываю красненький коричневенький вот так закрываю дальше что у нас еще вот эта полоса бордюрчик давайте сделаем он у нас такой с фиолетовинкой ну вот такой пока нанесем то есть краплак розовый там вот в замесе индиго да что-то у нас такое то есть смотрите оттенки я наношу таким образом вот выдавился даже там вот коричневый да был что-то такое оттенки я наношу из какого расчета что у меня еще должно остаться место это запас мощности яркости под мои фонарики чтобы они были у меня яркие да вот эти светящиеся окошки какие-то там на магазинах какие-то фонари да это дорога чтобы они у меня были яркими то есть мне остальные детали чересчур ярчить не стоит дальше вот это здание оно у нас такое прям темное темное вот прям я возьму наверное индиго сейчас разбавителя индиго возьму но я не хочу его тоже делать вот прям чистым можно взять его и туда добавить краплак что где-то мы будем потом высветлять и чтобы он у нас играл разными оттенками и вот я закрою вот эту часть вот она где-то вот так вот где-то здесь но они такие пятна в принципе там где меньше освещено вот где-то так вот по этой стороне протирочку вот этот угол всего здания он такой довольно таки темный то есть что-то такое примерно показали да то есть не обязательно там перерисовывать как там именно вообще нет смысла в этом ну что-то такое примерно намечаем вот так вот угол здания намечу где-то вот здесь тоже покажу какую-то тенюшку да где-то тут вот я вижу темнотики какие-то вот то есть это я и показываю края да допустим вот здания какие-то тут выступы что-то такое то есть как-то интересно но не не стремлюсь я к детализации какой-то до живенько пишем и не заморачиваемся дальше вот эту сторону там возьмем теневую побольше разбавителя чтобы тонкий слой я вот намечу прямо таким вот темным темным и вот что самое главное наверное ну как по мне я когда начинала рисовать мне почему-то всегда хотелось вот какой-то вот этой правильности ровности линий это вот прям я себя вот честно отучала даже потому что ну в этом нет смысла то есть она смотрится как какой-то на уроке черчения да все выведено все идеально нет вот правило вот где-то она там вылезла за край за границу да могу даже вот так вот сделать пускай она так и будет она даже интереснее будет то есть не выводите вот под линейку вот эти вот все линии вот здесь видите не особо то она и ровный этот край да вот вот провели как провели так и получилось и хорошо то есть ну нет смысла в этом как-то прям идеально его выписывать вот у меня да такой как сказать грешок такой был что я вот это пыталась постоянно все это идеальненько красивенько ну как как мне казалось что это красивенько но на самом деле ты пытаешься с каждым разом его поправить поправить и в итоге оно получается не то что красивенько оно получается замучененько и такое все не очень прям не очень так дальше вот эти задние здания они у нас больше в коричневинку и даже капушку капушку можно белью такие вот они коричневатые еще капельку капельку прям вот немножечко они посветлее опять-таки все это делается для того чтобы ну как бы один объект у нас отделялся от другого можно его вот так вот даже где-то посветлее где-то допустим добавить уже через индиго тоже чтобы здание было такое в общем светлее но как бы пятнистенькая да интересненькая чтобы было таким образом это здание где-то тут можно вот так разделить когда подчеркать индиго и следующее опять-таки такое вот уже тоже светленькая но не коричневый прям да вот индиго пачкайте чтобы он не коричневый разбеленный был то есть не чистые какие-то цвета разбеленные а что-то находите сочетание более интересные вот они у нас уже посветлее дальше у этого здания у этого здания я беру желтенький голубенький этот вот хорошо бы сюда бирюзовенький взять но я почему-то его не добавила вот мы возьмем индиго и лимонку и вот таким вот каким-то зеленоватым голубой индиго и желтенький вот что-нибудь такое ну уже что взяла темы будем работать вот тут тоже закрываю опять-таки краска видите выдавливается где-то там и коричневинка и и всякие разные оттеночки индиго желтенький у кого к примеру кто захочет бирюзовой сделать если нет бирюзовой голубая фц и зеленая фц и в разбили получается как раз таки получается как раз таки получается у нас бирюза вот 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 пока у нас кисточка в этом зеленоватом оттенке вот этот вот островок наш он тоже у нас такой вот зеленый зелененький но очень очень темненький на этот заборчик не обращаю внимание закрываю сейчас вот таким вот пятнышком вот так дальше вот здесь у нас тоже какой-то там газон не газон что-то такое опять-таки чем-то таким темным зеленоватым закрываются где-то сюда приходит где-то голубой попался стал более дымчатый вот таким образом дальше 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 я выдавлю себе еще индиго город ночной и поэтому у нас и голубенькой тоже добавлю и продолжаем дальше коричневый беру индиго вот эту вот часть коричневенького побольше эту часть закрою таким цветом а дальше уже добавляю охры здесь у нас выходит уже на свет часть вот таким образом дальше горизонтальная вот это горизонтальная вертикальная стеночка мы берем охра белила вот такой вот подпачканный стенок коричневенького туда и вот вертикально в эту сторону опять-таки потемнее но мазочки вертикальные разбавитель ближе туда к туннелю да там у нас уже более освещено то есть добавляем беремок а сюда можно даже вот индиго то есть здесь в тени и постепенно выходит на свет коричневый индиго вот такими оттенками здесь потемнее и вот прям нарочно показываем вот эту вот вертикальность что это у нас все-таки вертикальная поверхность дальше сама дорога она у нас тоже такая прям довольно таки светленькая там освещение закрываем и опять таки вот здесь тут тень какая-то падает да вот я возьму коричневый туда вот ватру и по направлению опять-таки тут какое-то пятно на дороге сюда вот этого оттенка коричневого синдига можно добавить то есть такая полосатость там немножко можно красочки мало у меня и вот уже какая-то образовалась до дорога дальше вот этот кусочек пока сейчас не обращаем внимание там на какие-то свет да вот такой коричневый сохрой таким оттенком закрываем но закрываю опять вот там там машинка да какая-то мы ее решили не рисовать хотите референс оставлю ссылочку в описании хотите рисуйте ну я не вижу смысла тем более это бок картины то есть там добавлять какую-то машинку то есть вот что-то такое какими-то пятнышками лишь бы она была поинтереснее я закрыла да и вот охра белилки коричневый вот эту часть вот где у нас будет свет вот таким образом закрываем дальше сюда вот дорога которая идет она у нас тоже такая вот охра тут и белила и даже даже вот хватаю все такие коричневатые как бы до оттенки вот что у меня тут на палитре есть даже можно в этот коричневатый розовенького где-то добавить даже голубинку что-то такое вот он получается уже такой более какой-то сложный серый то есть тоже так вот как-то полосатенько полосатенько все это наносим где-то более розовый за какие-то рефлексы от фонарей и вот пока она жиденько ну так вот одно в другое втирается и получается довольно таки интересно и опять-таки книже уже мы добавляем больше чего-то такого коричневого коричневый индиго то есть книжек закиняем тут нам яркость не нужно это у нас будет как раз таки подложечка под вот это вот все свечение и и и и и ну и направление да у меня как бы направление движения этой дороге я как бы задала дальше охрочка чуть-чуточку бели вот эта часть а дальше уже вот сюда потемнее коричневый но с охрой таки вот этот вот толщина да вот этого туннеля наметили дальше таким каким-то вот красновато оранжеватым каким-то оттенком но припачкаю его все таки вот индиго немножко вот тут у нас есть даже чуть-чуть разбили но не чистый красный разбилины так вот здесь что я уже напутала досконально мы же все договорились не перерисовывать да там просто еще какая-то дорога но она не яркая и я не видно и я его наверное и не буду тогда заморачиваться там как-то прорисовывать так и вот этот красненький такой грязненький красненький разбили но у нас уходит вон туда так дальше 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 вот так сделаем пошире обыграем это мельчить тут тоже добавлять кучу этих дорог свечения как бы если там все досконально переносить как на рисунке то конечно с ума сойти можно единственное что я вот возьму наверное вот этот вот индиго желтый темно-зеленым покажу еще вот здесь зелень так вот так она пойдет вот так под углом сделаю это будет лучше сильно не зеленитель здесь то есть у нас ночной город они солнцем освещенный поэтому зелень соответственно она нас будет темная вот так дальше какое-то пятно темная у нас вот здесь да в здании там возможно какой-то какой-то зависаю иногда потому что всматриваюсь примерно прикидываю что там может быть так здесь что-то какое-то пятно темное крыша магазином а дальше тоже такая вот так вот начеркаю темное пятно мы делаем вот здесь ближе к нам да как бы по шире туда дальше потомше уходит вдаль крыша вот фиолетовый розовый голубой делаем такой фиолетовый оттенок и вот крыша вот этих вот магазина что здесь она вот такая у нас через фиолетовые оттенки дальше она прям в разбил уходит вот таким образом а подниму тут между да как вот беру какой-нибудь охристый разбеленный цвет и вот сюда его на наш здесь и вот здесь можно вот так вот сами эти магазинчики показать это у нас еще не рисунок да это как бы такой вот под малевочек под рисунок мы закладываем пятнышки вот что видим белый сахар очка взяла дальше вот таким вот каким-то вот у меня индиго до потек и вот этим охристым я разбеленным влезла вот с этой стороны здесь такие вот здания общий тон их такой вот грязновато-сероватый какой-то вот его коричневым подпачкать коричневый охрань индиго вот сюда вот таким так и к низу чуть-чуть желтого добавляю тут более такого там оттеночек вот прям втираю слышите шуршание прям втираю втираю красочку дальше низ вот этого здания у тоже такой в принципе вот индиго розовый вот сюда наверное белила он светленький такой серенький с розовиночкой и в этот край чуть-чуть даже посветлее то есть вот такой с этого края даже вот коричневинки то есть такая масса масса этих оттенков не то что мы один намешали да и закрыли полностью здесь окошки тоже у нас там светлые но мы нанесем сначала какой-нибудь пускай вот этот зеленоватый будет разбеленный вот такой оттеночек даже еще его потемнее вот этот зеленцу добавлю чтобы потом свет хорошо было видно яркость вот это вот вот таким образом ну и там дальше наше здание значит коричневый желтый вот там какое-то виднеется прям полосочка вообще маленькая-маленькая следующая более уходит такой в коричневый цвет потемнее коричневый это уж очень светлый вот так следующее более такой вот с добавлением индиго еще темнее там здесь они в принципе и не должны быть очень яркие потому что у нас как бы вот центр да там это здание дальше вот это я тоже его закрою сейчас вот индиго розовый да какой-нибудь такой цвет пока закрою полностью таким таким цветом вот так вот 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 можно в принципе при желании вот если кто хочет эти здания изначально но наметить да а потом текстурной пастой их проложить подождать пока она подсохнет и уже сверху их закрашивать тоже будет классно они будут такие объемные фактурные будет прикольно вот закрыла таким темным цветом теперь беру просто белилки да и вот вот этот угол здания нам надо вот я вот так прям вот буду втирать и тем самым как бы показывая боковую часть более светлую та которая у нас к свету повернута вот так ну и вот эти тоже здания мы сейчас с вами закроем смотрим на наш референс да и закрываем так здание черный прокладываю постоянно кисточку оценал баночку чтобы у меня свой был тоненький ну опять таки да как это здание тоже могут что-то выделяем где-то здесь вот темнота тут где-то вот окошки там полностью потом затемнено то есть периодически что-то такое что-то что-то ствол березки до получился у нас видите я небрежно его заштриховываю так чтобы было вот таким зеленоватым вот здесь я все-таки добавлю наверное когда мастихином буду прорабатывать еще все-таки бирюзовый потому что мне прям вот как по мне так не хватает его прям здесь бирюзовый вот а голубую эту подмешиваю к индиго к кому желтого пятнышки окошек намечаю голубой он уже с белилами поэтому я сюда много белила сейчас не трогаю он сам высветляет вот таким образом за как бы быстренько это здание боковая вот эта сторона у нас более светлая вот этот вот голубоватый оттенок подпачканная индиго и закрываю эту часть дальше я беру добавляю в этот оттенок коричневого и вот это вот нижняя часть чуть-чуть грилок вот это нижняя часть у нас такая вот нанесли даже вот к низу прям вот беру и да и вот тут вот так сделаем дальше вот этот домик он у нас такой он темный но там какие-то такие вот теплые оттенки присутствуют вот у меня что было здесь индиго голубой а коричневый захватила и вот таким вот светом довольно таки темненьким я его закрываю вот этот кусочек который за ним вот опять таки чтобы она не сливалась мы берем с большим добавлением индиго закрываем этот кусочек уже мы видим что это не одно здание да что то там уже другое дальше опять таки вот беру вот эту голубую розовый индиго сюда вот ну вот в эту смесь намешала светленький какой-то серенький грязненький такой непонятненький сложный оттенок вот эту боковую часть я закрываю таким оттеночком кисточка у меня уже почти стерлась то есть нужно чем-то жертвовать хотим создать шедевр а может кисточка такого качества тоже все может быть так и вот этим цветом вот здесь тоже у нас край здание даже по отношению к небу он посветлее вот я беру белил вот так а лицевые части они соответственно у нас такие вот прям через индиго но опять я буду его мешать с краплаком так вот это так это у нас вот сюда она идет перекрывает то здание кисточка уже стерлась совсем прям не держит на краску ничего мы сейчас дотрем ее уже до конца постоянно окунаю в разбавитель потому что она не держит уже ни краску разбавителем разгоняю вот друзья мои мы избавились наконец-таки от белого холста и кисточка вот осталось остатки но куда-нибудь может быть она еще и пригодится так я теперь беру в руки мастихин я буду вот таким работать с ровным краешком какой-то берите чтобы было удобно да там какие-то у нас в основном архитектура да то есть какие-то там края зданий что-то такое чтобы было удобно делать алина палитру себе добавлю бирюзовый цвет это у меня бирюзовый от мастер-класса я им редко пользуюсь но сейчас вот он прям прямо там нужен и начинается самое интересное начнем давайте будем наверно двигаться сверху и вниз тряпочку держим всегда под рукой чтобы нам протирать мастихин и начинаем я добавлю еще сейчас будем работать мастихином краски надо будет много добавляю и коричневого желтенького наверное немножко добавлю так ну вот пока наверное и все там если что-то еще понадобится я добавлю потом ну и давайте приступим к самому интересному вот берем индиго на мастихин то есть смотрите если мы хотим начать вода с этой части здания то есть на этот же краешек мастихина и набираем красочку и вот так вот фактурненько я буду выкладывать вот эту вот домик буду чередовать с коричневым то есть чтобы мазочки были разные где-то коричневинку уходят пускай но эта сторона она у нас такая довольно таки темная поэтому я ее вот так вот закрываю то есть у нас уже основа есть мы кое-где добавляем каких-то просто более светлых оттенков вот беру вот этот свой какой-то тут коричневый да вот не сильно яркий здесь тоже есть окошки но они вот на теневой стороне да вот коротенькими такими вот вертикальными мазочками я показала что там какие-то да вот этажики есть какие-то окошечки дальше я приготовлю себе замес от возьму белила бирюзовая забыла как называется бирюзовенькая и вот здесь с по верху там чуть-чуть виднеется такой оттеночек дальше протираю каждый раз протираю мастихинчик опять беру индиго и вот это здание тут тоже вернее это это же здание это часть здания хотела сказать одно сказала другое то есть вот так я его закрываю вот здесь мы договорились что у нас тут да такие с как как ступенчатого вот можно прям на носик набирать и и вот что-то такое типа каких-то ступенечек показать вот эти вот переходы этого здания видим да где у нас светлые участки там индиго не наносим то есть там у нас будет свечение какие-то окошки другие оттенки вот таким образом я короткими мазочками чтобы у нас создавалось ощущение что вот у нас этажи да и вот эти вот собственно без тебя никуда да твой голос в каждом мастер-классе вот так вот показываем чистым индиго вот беру и показываю короткими мазочками вот эти вот этажики и остается такая вот интересная фактура вот именно где вот мастихин до отрывается такие вот как бороздки я поближе конечно же покажу вам на потом и посмотрим бирюзовый с белилками вот по верху здесь тоже какие-то такие вот что-то какие-то кошки можно в него чуть-чуть вот этого розовенького добавить подуспокоить чтобы он не был такой прям голубой зеленый до ядре и вот где зеленая у нас вот эти вот мы цвета наносили вот здесь примерно показываем такой вот потемнейше сделаем чтобы яркость нам еще добавить бирюзовый и краплочок вот намешаю то что таким цветом бирюзовый с краплочком красивый цветик где-то чуть-чуть белилок вот так показываем мы с вами такими вот короткими нехитрыми движениями задаем как раз таки ощущение вот это вот многоэтажки дальше низ вот этого здания беру белилки вот сюда раз поставила и вот так вот растянула его в одну другую сторону протерла и вот нужно края еще потянуть как бы такой бличок на здании дальше какой у нас здесь был оттенок вот индиго до голубой туда же розовый какой-то такой серенький да вот здесь можно добавить каких-то таких мазочков дальше вот эта часть здания там у нас уже светятся окошки вот желтый охра белила но тоже предлагаю сильно не выписывать прямо досконально то есть покажем такой вот как бы свет где-то даже остается вот это вот подложка наша желтый охра белила с этой стороны тоже немножко немножко вот так вот подчеркаю покажу что там тоже какой-то свет есть еще более светлым где-то прям такие вот можно даже белила взять и прямо такие вот удары какие-то там маленькие пятнышки то есть но это уже детализация в принципе хочется все-таки вам показать да здесь вот там вот какими-то полосочками свет точечки полосочки это в принципе вот все как раз таки и будет нам задавать вот эту вот атмосферу вот этого вот здания ну свет мы давайте потом проложим сейчас закроем все-таки основные пятна так опять берем индиго вот это наше здание следующее контуры его примерно показываю опять таки не идеально ровно то есть поживее это здание поменьше поэтому вот эти вот мазочки доделаем еще короче то есть она у нас такое подальше стоит и поэтому поменьше вот таким образом здесь снизу остатками затемню дальше индиго и голубой вот этим сереньким вот эту часть здания тоже я покажу даже чуть-чуть белилок добавлю чтобы с небом не сливалось и потому что вот таким образом показали это уже здесь какие-то вот такие бирюзовый скороплачком вот такими оттенками чуть-чуть белил возьмем вот таким цветом здесь тоже покажем эти вот светлые участки окошек где-то добавлю сюда голубой чтобы тоже не одним цветом до каким-то скучным это скучно да когда даже светлые части но они одного цвета то есть закрашена это тоже как-то скучновато неинтересно интересно когда оттеночков много всяких разных на краешек мастихина набираю и с этой стеневой стороны тоже вот кое-где покажу немножко окошек лишняя если вот где-то она процарапать дальше вот это здание вот оно в принципе меня потом устраивает но мне хочется все таки чтобы там фактурка была вот я беру коричневый охран что тут еще тут подмешалась какое-то светлое вот я этим цветом видите сильно не вымешивая даже вот сюда добавлю немножко индиго чтобы очень уж оно яркое не было тем более вот от низа до сюда вверх вот такое пятна что здание нанесли и так есть темные как дверки вот тоже возьму индиго и покажу какие-то там вот так какие-то дверки либо шу что-то такое там темнеет и вот это дальнее здание вот здесь что-то там выглядывает тоже его что-то такое наметила дальше опять беру вот этот голубой индиго делаю этот серый оттенок туда коричневого можно усложнить вот это боковушечка здание заполняю не обязательно прям перекрывать полностью вот тот оттенок который мы уже нанесли то есть в этом нет смысла вот так вот и темненьким темненьким закрываем вот индиго закрываем вот это здание то есть у нас уже темная подложка есть дохода создания то есть мы выберем здесь особо прям таких вот даже мазочков как бы не видно она у нас в принципе не главное да то есть она так вот сбоку выглядывает красиво но она у нас вот тут темненького добавлю вот здесь можно так какой-то угол подчеркнуть поинтереснее уже стало ну и соответственно вот это таким же образом то есть она у нас не особо то видно да и вот там чуть-чуть совсем что-то такое показали закрыли дальше вот здесь я вижу на здании какая-то прям полоса темная беру индиго и просто провожу какую-то полосу это опять таки уже идет усложнение да какая-то там развитие события какого-то так коричневый охран но подпачкаю их индиго здесь вот это вот белилок чуть-чуть белилки тоже не особо чистые у меня видите там голубинка какая-то присутствует все это вот так вот наношу и вот тут снизу вверх затемняем это дело еще индиго здесь так вот прям как-то не сливаются такая темнота добавляю себе еще индиго и поехали дальше так вот здесь мне хочется увеличить чуть-чуть вот здесь такая как основание да вот либо как оконные рамы что-то такое вот здесь можно примеру прочертить до дать понять что у нас здесь здание она выделяется до дальше вот здесь темное пятно вот этой парковки вот таким образом коричневый коричневый индиго вот это здание вот таким образом дальше вот здесь коротеньким коротеньким движением как вот мы очерчивали до чтобы они разделялись вот индиго добавляем вот так коротеньким коротеньким дальше вот этим оттеночком посветлее вот это следующее намечу дальше с большим добавлением коричневого вот это здание то есть они у нас тоже здесь не особо-то главные да так вот их слегка наметили так вот сюда тут коричневый желтенький вот где-нибудь вот здесь боковушка здание дальше вот это у нас прям черненькая то я беру коричневый индиго и делаю его таким вот темным дальше индиго голубой вот этот вот сереньким цветом быстренько быстренько так не особо целясь чтобы попасть там в контур этого здания до боковая стенка которая светлая и основное это здание вот я тоже хочу сделать каким-то таким вот видите вверх неровным здесь нам надо показать вот это вот что одна сторона освещенная другая нет и вот поэтому я начинаю видите от этой более скажем так четкая граница получается тем самым оказывая что это две плоскости как бы одного здания вот таким образом быстренько мы с вами накидали наши домики дальше вот и туда часть давайте теперь ниже опускаться или давайте вот отсюда начнем вот я беру розовый наш белилки голубенький вот делаю еще голубенького чтобы фиолетовый такой получился красивый фиолетовый вот он и мы здесь вот так вот тоже небрежненько так вот накидываем вот эту вот полосу эту крышу магазинчика вот так здесь у нас да тоже этот же оттенок вот раз он у нас уже так голубой добавлю больше что-то прям сильно розовым и здесь как бы ближе к нам можно даже белилок чуть-чуть и вот так вот я вот так вот так да он там у нас уходит вот сюда да ну так вот краешком мастихина я прочеркала и показала вот что он у нас уходит туда так вот я хочу вот это здание чуть-чуть вот здесь добавить более светлого подмешать чтобы она у нас немножко отделялось подмешать и вот туда протянуть прям протянуть чтоб она не сильно прям такое светлое ну как бы вот выделяется да и вот это вот поровнее делать вот так можно добавить с этой стороны еще где-то подчеркать окошек чтоб они не в одном месте добыли дальше вот серенький серенький оттеночек беру индиго белилки таким вот сереньким оттенком вот здесь вот покажу вот эту вот вертикальность там какая-то коричневого сюда же можно подмешать чтобы такого-то оно было интересное охра белила вот тоже сюда можно уже сверху вмешать чтобы оно такое вот не чистая охра с белилами было а а такое вот приглушенная дальше вот эта дорога тоже мы возьмем вот охру возьму белила смешаю и вот здесь можно вот так вот коричневого вот эту вот дорогу показать гига чуть-чуть чтоб тут какая-то интересность получилась здесь вот я вижу у нас она очерчена вот на торец мастихина набираю красочку да и вот там вот какой-то как как бордюрчик что-то такое там то есть уже показываем вот этими моментами какие-то более детали уточняем да то есть вот здесь показываю тоже коричневый вот беру коричневый потом сверху еще и индиго чтоб линия не просто коричневая была вот таким образом дальше беру индиго так а если его с бирюзой смешать что будет вот такой приятный оттенок сюда желтенького вот такой теневой зеленый получился вот мы его сюда и нанесем вот тут у нас такой зелененький будет ну и естественно вот сюда мы его тоже нанесем так у меня белила там подмешались бирюзовый индиго индиго и желтенький вот этим цветом здесь у нас предполагается что какие-то деревья да поэтому я либо может это газон какой-то то есть я его так вот вот как-то разнообразненько наношу вот такими вот движениями здесь у нас тоже вот берем индиго тоже тут вот дайте здания там какая-то темнотики и вот уже торцом мастихина прочерчиваю линию уже вот аж сюда подальше есть дальше где-то вот здесь тоже есть какая-то темнота над зеленью такой тоненькой полосой я прокладываю я прокладываю вот эту вот темноту так еще бирюзовенький с индиго и желтеньким вот тоже такая вот зеленушечка краску сильно не вымешивайте пускай будет она где-то вот видите индиго где-то больше бирюзы и то есть в однородный цвет не надо ее вымешивать дальше вот это вертикаль вот этих магазинов наших да то есть крышу так давайте крышу 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 что у нас там было белило красный да вот этот вот оттенок делаю вот здесь вот светлые мазочки ставлю вот сюда вот такая освещенная крыша так я добавляю еще охру желтый и белилки добавляю дальше красный с белилками дальше красный с белилками вот таким оттеночком ну вот здесь нанесем вот здесь вот эту вот дорожечку нанесли дальше сюда добавляю желтенького такой вот какой-то персиковый оттеночек его вертикальными мазочками это у нас магазин магазины там до можно можно даже где-то и охра смешать то есть вот так вот перемешечку наносим более охристый оттеночек там тут коричневинки можно коричневинки даже с охрой чтоб не сильно так темно было тут что читалось там что-то такое интересное вот здесь тоже вот здесь тоже вот так так дальше вот эта часть да наша коричневенький наношу дальше коричневый с охрочкой вот таким образом сделали как бы плавный переход такой а дальше индиго с коричневым тут есть еще небольшая вот этого парапетика высота то есть мы ее наносим вертикально небольшая высота поэтому я делаю так вот чуть-чуть и дальше уже идет освещенная стена то есть я беру вот тут охра коричневый да вот убилила все это вместе вот таким светом тоже вертикально то есть смотрите как бы вы мастихин не поворачивали то есть движение все равно делайте ну не везде да удобно подлезть так как надо ну вот делайте старайтесь чтобы оно было такое вот вертикально даже вот эту бирюзовость вот сюда я вот так вот немножко подкину чтоб он такой вот не чисто бежевая она была протерла мастихин а с этой стороны чуть-чуть добавлю коричневого подмешаю и здесь у нас еще ну я наверное вот так вот линии отделю да как бы типа прорисую есть такие вот как разметка какая-то или что-то такие вот как полосы мне тут мешает болтик такие темные полосы есть дальше каким-нибудь индиго с коричневым не чистым индиго вот тут у нас имеется такой как бордюрчик что ли дальше коричневым вот этим разбеленным вот здесь где-то такие вот моменты показали дальше охра с желтеньким наверное возьму вот такой цвет вот эту вертикаль вертикаль покажу закрою ее пока вот так вот полностью а потом возьму коричневым и пойду навстречу как бы вот таким образом у нас получается что одна часть затемненная до другая на свету протерла постоянно протираю мастихин так светлым тут дорогу прям вот совсем совсем чуть-чуть дальше мы ее еще проработаем вот этот кусочек собственно где у нас они отдавать еще вот здесь мы сделаем вот это вот обрамление гига так вот здесь будет у нас тоже как бы тротуар ну здесь какая-то вот такая интересная каемочка дальше вот этим бежевым разбеленным вот здесь очерчивая тоже у нас полосочка дальше сюда добавляю еще больше белье и вот здесь у нас на дороге такой вот светленькая светленькая полоса там тоже внутри посветлее вот так мазочек поставлю свет любит пастузную красочку поэтому не бойтесь пастузно ставить мазочки так и дорога вот это разделительная до полоса сплошная вот как видите у нас в принципе дорога осталась того вот оттеночка который мы изначально наносили теперь вот этот островок смотрите что мы сделаем там у нас показано как бы плиточкой да но выложено и я возьму красный немножко коричневого даже можно немножко охра сюда такой вот он и вот тут вот я заполняю так вот аккуратненько так какой-то здесь кусочек не нужен вот этим цветом заполняю вот здесь это как бы вот этот разделяющий до плиточка там беру коричневый цвет на носик мастихина и вот как бы плиточка до лежит какая-то темная какая-то светлая ну вот нужно что-то типа в шахматном порядке вот так вот просто как бы показать такие вот прям носиком носиком мастихина вот какие-то такие пятнышки вот такая плиточка у нас получилось дальше вот здесь я беру какой-то у нас оттенок охра давайте охра с красным чтоб она не была сильно уж такая прям яркая вот тут заполняю прям заполняю заполняю вот таким вот охра красная вот видимо какой-то тротуарчик но он куда-то туда уходит вот и в этот цвет сейчас я вот здесь ниже смешаю коричневого добавляю книжу вот сюда потемнее вот заполняю вот так а теперь смотрите чтобы нам сделать эту плиточку камешки эти дамы там она совсем маленькая но мы сделаем с абсолютно сухим мастихином я просто у нас так как подложка там темная я буду брать и про царапывать то есть раз про царапала раз про царапала сильно не давите вот вот так вот так что-то ну вот уходящие туда да и вот как нибудь вот так вот какие-то такие показываем выбирая красочку показываем вот это множество множество маленьких плиточек там также вертикально более мелкими какими-то вот и получилась такая видите прям очень много плиточек до маленьких чем если бы мы вот это каждую сидели вырисовывали то есть смысла в этом нет прорисовывать каждую дальше сейчас мы возьмем кисточку и поработаем немного кисточкой я возьму вот такую вот веерную для этого нам нужно разбавитель белила мы сейчас будем с вами делать вот этот свет на дороге вот набираю беленький и жиденько жиденько самое яркое свечение у меня вот здесь да вот я его наношу и легким таким вот движением я буду задавать даже нужно чуть-чуть добавить желтенького чтоб он свет такой был все-таки желтенький до тепленький и вот таким вот образом легку легонечко легонечко я показываю вот это вот скорость да вот это вот у нас тут машины бегут бегут тут это вот свечение подмешал фенгига дальше и вот сюда вот у нас тоже этот свет идет то есть мы подложку не трогали здесь они тоже вот как-то идут тут какие-то и пересекаются вот так вот ой брызги получились то есть вот так вот полосатенько заполняем эту дорогу чистым белым можно где-то вот сейчас или протру так баночками упала никуда чистым белым можно аккуратненько прям постойненько выложить это вот направление здесь также здесь где-то можно немножко красноватого добавить свет такой тоже может быть в разбавитель жиденько но полностью дорогу не перекрываем то есть оставляем все-таки какие-то какие-то участки оставляем так и немножко этим цветом я хочу пройти вот здесь по вот этой дороге прям легонечко-легонечко просто показать как бы что у нас здесь это асфальтированная дорога до дать вот это направление вот легонечко-легонечко дальше коричневый вот возьму вот эту часть очертить более ровно хочется вот так дальше так бирюзовый закончился добавляем еще бирюзовенького бирюзовый индиго желтый начинаем детализировать основа у нас уже какая то есть вот этот этим темным зелененьким я вижу что у нас на вот этот островок да и там как бы из него там вот растут какие-то деревья вот я делаю такие черточки какие то вот можно этот же зеленый вытягивать туда то есть вот такими подчеркали подчеркали то есть создали какие то там деревья выглядывают и соответственно у них макушечки вот так вот что то такое то есть уже мы тем самым усложняем нашу работу так бирюзовый индиго и желтенький тут какие то деревца и так живут в этой части там тоже что то такое вот просматривается вот здесь подальше да там около этих домов тоже где то есть деревья вот такими вот мазочками даже видите мы особо то деревья эти не выписываем там что-то такие вот взгляд он мозг да да думает что это если есть какая-то палочка сверху что-то такое пушистое то это скорее всего дерево вот так показали вот уже постепенно постепенно мы с вами наполняем нашу работу какими-то деталями да усложняем так черным крышу вот тут сделаем вот так дальше ну давайте теперь начнем собственно все эти фонарики вот беру белилки здесь вот у меня такой вот яркий есть плечок свет там на доме здесь по верху прям тоненькой такой полосой тоже что-то светится сейчас отдельно вот даже замешаю бирюзовый и белила такой прям яркий оттенок чтобы был вот так вот берем побольше и теперь в наших вот этих темных окошках да мы покажем еще больше каких-то вот светлых участков на носик мастихина можно вот такими вот прям окошками делать где-то добавлять прямо так вот частично белью маленькими черточками более длинными да где-то вот прям точечкой получается и вот мы показываем много 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 этажей то есть даже можно такими вот просто прикосновениями даже не то что как бы проводить до вниз как мы делали этажи а вот еще короче просто касаниями показывать то что у нас там дополнительно еще там как бы больше этажей где-то еще больше белил светлее вот смотрите какая огромная огромная многоэтажка у нас получилось так белила желтенький такой вот светлый светлый желтенький это у нас тоже будет для каких-то вот окошек светлых то есть не только у нас там бирюзовые но и желтоватые у кого-то теплый свет да там в домике здесь немножко так вот небольшими касаниями покажу что там тоже есть какие-то какой-то свет дальше белилки с охрой такой не сильно яркий покажем такие же окошки вот в этом здании так как она у нас не главное там подальше она поэтому мы здесь сильно яркое не делаем прям приступиваниями такими вот легкими легкими показываем где-то пускай по ярче да там будет побольше окошек вот таким образом показали ну а в этом тут совсем прям такие они еще дальше и соответственно еще темнее вот таким образом вот этот домик тоже вот сверху там прям светится что-то такое прям вот здесь светлых вверху светится здесь вот где-то прям довольно таки яркий свет где-то вот тут на углу можно так вот таким приемчиком показать да здесь более горизонтально здесь под наклоном как бы уже ощущается что у нас зданием поворот до здания можно такой же приемчик где-нибудь вот здесь сделать вот а дальше заполняем тоже вот обелилки с бирюзовой вот проставляем такие окошки ну и конечно же желтеньких можно желтеньких тут немножко пожелтее сделать и на этом здании их желтеньких побольше я вижу так и здесь больше вот еще одно здание у нас получилось дальше вот этим желтым тоже оттеночком вот я вижу под крышей наших вот этих магазинов здесь такие вот тоже светятся фонарики желтенькие желтенькие такие вот длинненькие дальше на углу вот здесь здание есть красивый такой вот голубоватый сейчас вот я вот эту голубую смешаю с большим количеством белого и вот здесь поставлю прямо такую вот точечку хорошую жирненькую белилок сюда и там вот светится такой фонарик пляк сачку эту нанесли до теперь ее тянем аккуратненько в разные стороны как вот звездочка еще белилок вот таким образом там вот светится дальше желтоватые также вот какие-то окошки вот тут что-то светится то есть уже заполняем смотрим как бы ну что у нас там есть примерно здесь желтенькая что-то вот здесь в этом домике там больше такие вот оранжеватые окошки смешиваем желтый с красным и здесь сильно прям их много показывать не надо но вот так вот чуть 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 покажем да чтобы как бы общее понимание у нас было что здесь тоже это здание там тоже окошки но очень много я их делать тут не буду вот так достаточно дальше голубой такой вот с белилками у нас виднеется вот тут такие вот окошки так более голубой надо вот здесь такие окошки дальше на вот этом коричневом здании у нас здесь желтенькие вот так вот идут в рядочек а ниже вот какие-нибудь такие вот бирюзовенькие окошечки тут вот тут вот тут вот так вот подчеркаю подчеркаю покажу дальше еще такой интересный есть момент тут какие-то такие не знаю детали антенны что ли вот я возьму бирюзовую и голубую сделаю такой вот красивый оттеночек так значит как она у нас здесь идет от вот этого темного здания значит идет так сейчас неудобно вот так идет значит полосочка потом так сейчас протру так здесь чуть чуть покороче вот я даже не знаю что это такое но смотрится интересно деталь классная вот так и здесь как треугольничком вот так что то такое там антенки не антенки что то интересное и на это здание она вот переходит вот сюда вот так вот идет вот потом где тот прям даже на ширину зданию такое вниз и тоже вот как бы ромбиком что ли вот так это такая деталь к и вот здесь тоже видно краешек ну и чтобы она засветилась берем белый и вот об сейчас что то об не сразу получилось тоже на торец вот мастихина набираю и вот по этим голубеньким как бы добавляю таких вот пачкается сильно белила густые не очень хотят оставаться на холсте вот так вот вот как бы зажечь его вот такая деталь интересная так дальше 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 индиго беру вот здесь тоже мы здание очерчиваем вот так вот желтенький с белилками здесь у нас тоже на носик набираю до ту же там какие-то свечения фонарики вот такие вот клякс очки ставим какие-нибудь как ежички чтобы были торчащие будет давать нам понимание того что то там что такое светится и этих желтеньких их в принципе огромное огромное множество тут вот где видите темные да вот места вот там и ставим эти фонарики не обязательно их там на одном как-то расстоянии да то есть вот видите шли вместе там несколько отступила два там то есть росы праздную делаете где-то вот здесь да вот скучноватое пятно вот добавляем фонариков то есть где-то вот оранжеватых красноватых то есть ими мы уже украшаем добавляем вот этой вот яркости и пастозненько их ставим пастозно ярко чтобы они у нас были такие вот живенькие так желтенькие с белилками здесь тоже вот такой яркий фонарик где-то вот здесь тоже что-то у нас какие-то витрины светятся да ну и естественно покажем вот возьмем индиго покажем вот какие-то разделения там вот в этих магазинах что-то какое-то движение вот таким вот образом что-то что-то у нас вертикальная да красный скороплачком вот эту вот часть мне хочется тоже усложнить добавить добавить сюда вот таких вот красноватых оттенков дальше чистый коричневый вот сюда это дальше вот этот бордюрчик он у нас оттенен у него есть вернее тротуарчик да этот он у нас находится выше дороги и от него соответственно падает легкая тень вот это вот этим индиго мы и показали есть вот это вот зелень там что я вижу ну какие-то я вижу что-то типа клумбы вот я что-то бежевенькое намешала да вот у нас дерево это так охрочки можно такой чтобы видно было что-то такие вот они в каких-то ведерках да этих клумбах или что вот они там растут здесь у нас виднеется заборчик да вот то есть раз провели линию хоп хоп так можно чуть-чуть посветлее и вот эти вот перекладинки то есть тут какое-то ограждение чтоб туда не упали да в этот туннель дальше вот здесь у нас тоже есть вот индиго провожу такую линию фонарь есть и вот так вот хоп его наметили вот он светится да и внутри нужно желтенькое вот он засветился дальше коричневый вот тут тоже идет заборчик ну что-то такое примерно какое-то ограждение показываем лазовое вот таким образом то есть не надо так сильно прям да как бы это все детализировать тут вот тоже я вижу какие-то на здании свет какой-то то есть где-то вот по усложнять интересные оттенки подобавлять тоже как бы можно вот здесь можно вот так вот отделить здесь тоже вот так вот сделаем сияние сияние такое сияние желтенькое серединку беленького вот эти клумбы тоже можно как бы вот так сделать как бы охрой с одной стороны да так вот с противоположной как бы навстречу добавить как будто свет тень да вот этот объемчик вот здесь да тоже пятно вот какое-то скучноватое вот нужно добавить каких-нибудь таких вот оранжеватых еще фонариков к примеру так также оранжеватых можно вот я вижу вот здесь что-то такое тоже видимо какие-то этажи тут тоже вот вот там фонарики вот здесь еще оранжевых добавить вот 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 как-то пусто прям хочется мне добавить еще вот здесь вот этих вот деревьев клумбы эти вот опять цвет да вот они с этих ведерок растут ну естественно все это очень темное хотя ближе к нам можно немножко полярче вот уже она как-то так вот здесь да стало интереснее ну и плюс ну вот этот же объем добавим таким вот образом дальше вот возьму чистый желтенький и вот тут эти магазинчики тут добавлю чистого желтого к примеру да то есть я уже смотрю где мне вот кажется скучновато да и хочется чего-то добавить вот и беру и добавляю вот этих желтеньких дальше вот беленьким вот хочу еще где-нибудь вот здесь там допустим добавить каких-то пятнышек то есть делаю его сложнее возьму белый покажу вот эту вот дорогу давайте эту желтую машинку все-таки наверное нарисуем вот там она так схематично но мне кажется она такого добавит кстати все из мастер-класса в мастер-класс пытаюсь вам найти что-то но я подберу еще другой приемчик такой показать вот мы не видим да вот насколько все это масштабное то есть если вы хотите показать вот эту масштабность чего-то да к примеру то надо нарисовать какой-то объект на картине который имеет скажем так постоянную величину вот допустим вот допустим если мы ну знаем примерно человек до какого роста то есть он не бывает там десяти метровый да мы примерно рост человека знаем если мы нарисуем на картине смотрите приблизительно так вам объясню яблоко да ну мы смотрим яблоко и яблоко пускай даже это 30 на 40 бы большое яблоко да но мы будем представлять его как какой-то объект ну мы знаем да какого размера приблизительно яблоко там плюс-минус но если мы нарисуем с ним маленького человечка то восприятие яблока уже будет другое правильно вот и то есть вот когда вы рисуете к примеру горы нарисовали да ну нет масштаба там к примеру это ну сейчас не к городу да относится ну так вот вспомнилось мне расскажу вам нарисуйте какого-нибудь ну что у нас может быть постоянная такая величина какой-нибудь силуэтик ну того же человечка да к примеру либо какой-нибудь олень там или кто там может быть не знаю какая-то зверюшка да которая маленькую и сразу ощущение вот этих гор будет ухо-хо-хо-хо-хо то есть уже они будут казаться более такими вот так я смешаю желтый чуть-чуть так где бы мне смешать его с охрой чтобы наша машинка не была сильно такая яркая привлекающая внимание то есть вот я беру желтенький там она совсем такая прям маршрутка по моему схематично то есть такой хоп оба светлый зацепили то есть вот так такой вот прямоугольничек чуть-чуть его урезаю большой сделала то есть поменьше вот так дальше и не закончился закончился индиго так дальше беру индиго здесь у нас вот так вот прям стекло в этой маршрутки наверное добавлю желтенького чуть-чуть дальше там под ней тоже вот она едет там под машинкой так очень очень схематично вообще как бы сильно не детализирую дальше белым вставлю вот тут вот у нее фары светятся что-то это не получается фара какая-то такая вот и каким-нибудь таким вот голубоватым что-то там внутри вот прям светится там тоже желтенький вот тут вот так чуть-чуть почетче с этого края вот так вот немножко вот-то где-то ну вот так вот так вот сюда и коричневым вот с... стороны можно эту дорогу так добавить оттенить край картины да но там нам сильно и не надо чтобы она была ярко вот таким образом то есть вот такая машинка у нас там едет красноватого даже тоже опять-таки для интересности какой-то дальше здесь вот прям очень такой сгусток вот эти все машинки там сходятся код прям яркость яркость такая там вот дальше вот этим светлым вот где-то горизонтальные линии можно перебить вертикальными так что мы еще тут сделаем вот тут их не будет таких разбеленных желтеньких покажем так чуть-чуть здесь что-то можно то есть у нас точечки точечки да какие-то можно где-то добавить каких-то полосочек дальше вот здесь каких-нибудь бирюзовеньких тоже добавить оттенков света ну хочется мне здесь тоже что-то все таки вот пускай охристая но каких-то окошек добавить все таки немножко чтоб она не было таким прям скучным черным пятном чтобы какое-то все-таки тоже окошки были хотя их там нет но мы добавим так еще и вот увидела у этих штучек еще тут какие-то как антенки интересно что же это такое так и там вот еще ну и таким вот образом можно друзья уточнять уточнять чего-то каких-то деталей добавлять то есть усложнять все это какими-то интересными детальками так вот здесь еще вижу вот желтенький вот в этой полосу помните мы темно делали вот там виднеется кое-где такие вот желтенькие окошки вот еще одна да такая деталька показать примеру интересное тут клумбы у меня большие получилища их так вот чуть-чуть подрежу возьму желтого чуть-чуть вот в эти вмешают деревья немножечко таким вот образом так хочу взять индиго тут вот добавить полосатости такой вот так дальше коричневинки вот здесь оттенить легонечко легонечко видите почти нет краски на мастихине просто такая вот чтобы фактурка оставалась то есть краски вообще минимум минимум так вот здесь угол то есть вот это и вот эта часть да не у нас вот вот в принципе на этом можно и заканчивать а можно еще посидеть повырисовывать что-то там понаходить какие-то еще моменты но в принципе на этом уже вполне достаточно можно и остановиться все друзья я на этом буду заканчивать то есть сам принцип написания вы примерно поняли да то есть чтобы не растягивать и так длинный мастер-класс получился то есть пишите с удовольствием подписывайтесь на канал в яндекс дзене там очень много интересных статей все ссылочки все есть в описании под видео также напоминаю собираем на мечту кому сколько не жалко хоть 10 рублей с миру по нитке как говорится голому рубаха все на этом я заканчиваю до скорой встречи пока пока а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok